Всех приветствую, дорогие друзья! С вами канал Беспутевки и сегодня вы узнаете минусы жизни в Таиланде. А именно 7 минусов, которые мы выделили, которые могут показаться вам причиной непоездки или отказа от жизни в Таиланде. Давайте я вам буду рассказывать минусы жизни и опровержения. Как эти минусы можно превратить в ноль или плюс. Например, тайцы могут устроить стройку возле вашего дома, как у нас сейчас здесь. Первый минус это насекомые. Всякие ползучие, змеи и все подобное отнесем это все в одну большую кучу. Представляете, я приезжаю в джунгли, просто посреди джунглей у меня дом и я должен здесь жить. Это меня пугало и это как бы правда. Здесь они есть в джунглях, да? И, наверное, с некоторыми приходится мириться. Например, комаров и всяких вот других ползучих, их здесь меньше, чем, например, в какой-то деревне России. Почему? Потому что здесь есть гекконы. Вот он. Слышали, да? Это сделал геккон. Так вот, гекконы. Они ползают в основном снаружи дома, и если вы им позволяете, то внутри дома. Ну, то есть, стоит открыть там, например, окно, и они заползают. Это небольшие ящерицы, они абсолютно безобидные, на вид очень прикольные, вам ничем не угрожают, не плетут паутину по углам, знаете, мои страхи. Они как раз-таки съедают все, что меньше или, наверное, с их размером. Я видел, как они большого кузнеца съели. Побольше, например, каких-то пауков и тараканов съедают большие гекконы. Их называют токи или токи. Именно они в основном по одному живут на дом или на пару домов. Это такие большие гекконы, издают такой очень интересный характерный звук. И они их съедают. Поэтому они в дом очень редко суются, потому что они еще больше людей боятся. И поэтому, если вы боитесь гекконов, если вы боитесь гекконов, то тогда заведите кошку. У нас, например, кошка их отлично лупит, ловит. Поэтому в доме у нас это никогда не бывает. Только снаружи. Ну или, не знаю, позамазать все щели. Ну, наверное, если у вас закрыты окна и вы пользуетесь кондиционерами или москитными сетками, в дом они не проберутся. Так что остановимся на том, что здесь бояться насекомых и ползучих не стоит. Они находятся в джунглях непосредственно за моей спиной. Но в дом к людям они не приходят. Не приходят также змеи и все прочие. Есть случаи, вы можете увидеть это в новостях, в газетах или в интернете, что заползла змея, приплыл крокодил какой-нибудь. Но это единичные случаи. Как исключение. Когда вы выбираете жилье, просто смотрите, чтобы вокруг дома были какие-то еще строения. И тогда чем больше строений, тем больше вероятность того, что не придет какой-то хищный зверь или ядовитое животное и так далее. Конечно же, нужно себе отдавать отчет в том, что вы все-таки приехали в дикие джунгли и вы соседствуете рядом с этими всеми, в том числе, ядовитыми существами. Вторая причина. Вторая причина это у нас влажность. Вот то, что у меня сейчас на лбу. Знаете, когда привыкаете к кондиционеру, работаете дома, например, у вас постоянно работает кондиционер, вы не адаптируетесь под местный климат. А если вы привыкаете здесь, живете несколько месяцев, ну, наверное, так, 3-4 месяца, вы привыкаете к этому климату. И вам уже не так жарко, как тем приезжим, которые приезжают вот только-только и в первое время в шоке от этой влажности. К влажности можно привыкнуть, но все же здесь она есть, да. И сухо, наверное, бывает. Ну, бывает, если когда пройдет дождь, вот сегодня утром был дождь, и было еще более влажно. Меня это не волнует. Если вас это волнует, например, вот Нику или девушек, у них волосы становятся, там, пушатся, там, что-то такое. Применяют какие-то специальные мази для волос, наверное, и они выглядят замечательно. Из влажности вытекает следующая проблема – это плесень. Это такая особенность, если ее не учитывать, то у вас весь дом, вещи, одежда и будут в плесени. Кожаные, например, изделия сразу покрываются плесенью, и, наверное, кожаные изделия здесь вообще очень сложно. У меня ремень, сумка кожаная, все, сразу на мудраку отправилось. Но с плесенью как бы не бороться, а можно сотрудничать. Вам нужно проветривать помещение, то есть, либо включать кондиционер, да, либо кондиционер на сушку, либо на охлаждение, в любом случае он сушит воздух. Включать вентилятор, проветривать, то есть, открывать окна, и, в принципе, все. Бывают построены дома таким образом, где не совсем учтено проветривание помещения, и приходится вентилятор направлять, например, на ванную комнату, на санузел, чтобы он там сушил после того, как вы приняли душ. Третий минус Таиланда – это муравьи. Возможно, муравьи есть и в других странах, но мы сейчас говорим конкретно про Таиланд. Муравьи здесь, наверное, не то чтобы там ползают и прям дико мешают. Если вас это не беспокоит, вот я с ними смирился. Но все же, если вы оставляете еду в открытом виде, прибежали муравьи. Причем это произойдет иногда так быстро, что вы замечаете, как ваш обед уносят, практически растаскивают. Также мусорное ведро, например, или мусорный пакет, как чаще всего многие используют, хранить где-нибудь подальше от кухни, потому что там постоянно будет такая стройка муравьев, и она будет там питаться, добывать ресурсы, так сказать. Очень частое явление, когда Ника печет блинчики, здесь у нее тарелка с блинчиками, здесь она их готовит, и вот тарелка с блинчиками покрывается муравьями. Очень часто, и даже такое совсем недавно было, блинчики съели муравьи, это было очень обидно, абсолютно все я даже не попробовал. Бороться с муравьями, наверное, совершенно бесполезно, потому что, по моему опыту, выгнать их не получается никак, потому что вы у них вообще дома находитесь, то есть дом стоит, а внизу у них, наверное, целый город. Очень хорошо, когда у вас просто мелкие черные муравьи, ну, даже среднего размера черные муравьи. Я сталкивался только с такими муравьями. Также знаю места по острову, где есть красные муравьи, красные большие муравьи, они вроде как очень сильно кусаются. Хотя у меня мелкие муравьи, вот эти вот гады, тут уфи, о, я какой-то другой жук, они тоже кусаются в случае, если попадают к вам на тело. То есть они начинают паниковать, пытаются найти выход и как бы кусают почву, которая под ними трясется. Укусы не болезненные, просто чешутся, как комарик укусил, ничего страшного. О каких-то плохих случаях по поводу укусов комаров я ни разу не слышал. Бороться с ними вроде как некоторые пытались, и может быть у кого-то это получалось, какие-то использовали мелкие, какую-то отраву. Мы один раз пробовали и отравили кошку. Вот она, кстати, просит на улицу гулять, шкребется по стеклу. Вот случайно отравили, она, видимо, нюхала, нюхала, нюхала вокруг и нанюхала отраву для муравьев. И мы ее целую неделю лечили. Слава богу, все хорошо. Так что, если вам в Таиланде встречаются муравьи, как мы можем с этим бороться? Обязательно после еды вытирать стол, раковину и прочее, особенно от сладкого. Они прутся от сладкого, нереальные сладкоежки. Убирать продукты в холодильник. Так, если вы вскрываете, к примеру, условно, даже муку, какую-то крупы, какие-то вещи, в открытом виде, там сахар даже, надо убирать в холодильник, либо в герметичный контейнер, потому что туда сразу заберутся муравьи. И, наверное, вы это выбросите. Не знаю, будете ли вы это с муравьями есть. Четвертый пункт – это острая еда, которая здесь в своем большинстве, во всех кафе. Если вы будете питаться именно тайской едой в тайских кафешках, то она здесь острая. Если у вас непереносимость острой еды, то, наверное, вы здесь очень часто будете это встречать. И даже в европейских кафешках работают в основном повара-тайцы. И островато получается. В случае, если вы не переносите, вам нужно в кафешках просить ноу-спайси. Они поймут вас, но желательно повторить несколько раз, чтобы они поняли, что вам вообще не остро. В случае, если вы острое употребляете в пищу, это хорошо, потому что это вроде как полезно. Ну, главное, все в меру. К острому также можно привыкнуть. В течение 2-3 месяцев употребления острой еды вы ее практически не чувствуете. А от неострой еды вы отказываетесь и хотите как можно больше острого. Этот пункт у нас небольшой, но очень важный, особенно для тех, кто острое не употребляет. Пятое – в Таиланде жарко. Есть несколько месяцев. Вот, кстати, один из них. Сейчас апрель. Сейчас жарко. И я думаю, еще, наверное, месяца-полтора будет довольно-таки жарко. Жарко, конечно же, немножко странно, потому что температура где-то поднимается до 32 всего. Но, учитывая влажность, сейчас вот полное отсутствие ветра довольно-таки сильно печет. Бороться с этим можно кондиционерами. Либо просто привыкнуть к этому климату. И желательно всегда носить головные уборы. Во все остальное время года температура опускается до 30-28 градусов практически. Ну, то есть, круглый год. Эти несколько градусов довольно сильно ощущаются. Например, в моем родном городе в России температура летом могла быть там 30 до 45, до 46 градусов. И это как-то не сильно ощущалось, что пекло в это время, что пекло в это время. Но здесь вот сейчас будет месяца-полтора стоять 32, может быть, 33 градуса. Даже учитывая, что мы тут в океане, ну, в заливе находимся, нас тут должно хорошо продувать. Но все же жарко. И мы ждем тайский Новый год, Санкран, где будут довольно-таки скоро обливать друг друга целый день водой. Шестой пункт нашего топа – это гражданство. Визы и все, что с этим связано. Здесь процесс слегка усложнен. Получить гражданство можно, насколько мне известно, я могу дать не всеми точными данными. Если вы знаете больше информации, напишите в комментариях, и мы вместе разберемся. Но гражданство можно получить только ли, женившись или выйти замуж. По-другому вроде бы никак. Есть еще Тай-элит, это где вы вносите большую сумму денег, и где вам дают, по-моему, 10 или 20 лет пребывания в Таиланде. Ну, с какими-то еще мелкими плюшками. Сам визовый вопрос – это у нас студенческая, туристическая, рабочая виза и пенсионная виза. Пока рассказывал про жару, у нас перегрелась камера, она выключилась и уже стемнело. Пришлось включить свет. Поехали дальше. В чем сложность по визам? Здесь выше цены относительно других азиатских стран. Также здесь усложнен процесс подачи документов, количество документов, которые нужны для того, чтобы вам выдали ту или иную визу и так далее. Если вас это не пугает, то для вас это, наверное, не минус. Но все же при обсуждении с другими живущими или посещающими Таиланд, как туристы, часто говорят о том, что именно здесь с визами у них больше всего проблем. А вот это у нас Токи. Слышите? Ах, ты замолчал. Ладно. Это тот самый большой геккон, который кушает больших всяких различных. О, там. Последний пункт, седьмой, это у нас лень местного населения. Именно тайцев или, наверное, даже тех, кто здесь долго живет, становится таким же, как тайец. Многие знают выражение «сабай-сабай». Здесь вы, когда приходите в магазин, особенно такой тайский, где семья держит какой-либо бизнес, вы можете прийти и продавец, ну, в основном это владелец этого бизнеса, может просто спать. Вам нужно его разбудить для того, чтобы он что-то продал. Многих туристов здесь именно, ну, так сказать, напрягает поведение местного населения, то есть тайцев, потому что они очень медленные, расслабленные, спокойно живущие и так далее. Да, все, что с этим связано. И все остальное делают не спеша. С России все приезжают, быстрые, куда торопятся, там, особенно с больших городов, с Москвы. Я когда последний раз был в Москве, мне в метро просто сбивали с ног, потому что я шел никуда и не торопился, а все куда-то ломились, сломя голову. Ломились, сломя голову. Вернемся к местному населению. Здесь обслуживание в кафе, обслуживание, например, гостиницы, отеля, дома, в котором вы живете, может быть слегка заторможенным показаться. Но это не значит, что к вам относятся плохо и не хотят вас обслуживать, или что-то вам продавать, или общаться с вами. Здесь просто все медленнее. Нужно к этому привыкнуть и относиться к этому спокойнее. Это нормально, к вам действительно никто не хочет плохо относиться, только лишь потому, что вы туристы или потому, что вы там русскоговорящие, например. Вот такие минусы Таиланда мы насчитали. Если вы какие-то минусы еще знаете, пишите в комментариях, или вы какие-то из этих пунктов не считаете минусами, а, возможно, даже плюсами, тоже пишите в комментариях. Пообщаемся по этому поводу. С вами был канал Без Путевки. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok